Это надо на телевидение отправлять. Это что такое? Усилием воли и каким-то чудом мужчине все же удалось втиснуться в и без того битком набитый автобус. Двери закрываются со скрипом, а за бортом остаются десятки пассажиров. А вось повезет в следующем. И такая давка на 11 маршруте каждое утро. Первым рейсом мы еще идем еще не так. Вот в 6 часов начинается не так. А вот когда вы где-то минут 20-30 попозже, пол седьмого, вы к семи, вы начинаете. Маршрут большой, так что они едут сейчас везде много народа. Вот я утром еду, допустим, с работы еду на площади. Много народу, полный автобус. А это уже 65 маршрутка. Дверь тоже закрывается с трудом. Небольшой пазик так распух, что кажется, вот-вот лопнет. После утренней давки экипажи выдыхают только на конечной. Водитель показывает свое лицо, отказывается, но объясняет. Такой коллапс из-за того, что работать просто некому. Машин мало было. Сегодня-то много машин работает. Интервал-то большой был. Везде не хватает сейчас водителей. Не только на этапе. Везде. А что, зарплату не платят? Не, не в том, что зарплату. Сейчас граница закрыта. Все-таки русских мало работает? Ну, конечно. Тоже 18 часов надо работать. Довольно тесно в автобусах бывает не только в утренний час пик. Вот, например, еще один популярный городской маршрут. Сейчас самый разгар рабочего дня. Почти заняты все сидячие места. Да и тем, кто едет стоя, тоже приходится как можно ближе прижиматься друг к другу. Но вот такая особенность таких небольших автобусов. Езжу пять раз в неделю, вожу внучку. А вот когда возвращаюсь в четыре часа, я ее везу, значит, уже ребенка мне посадить негде. Она, получается, дышит нижними слоями. Я думаю, что, во-первых, на этот маршрут нужно побольше автобуса ставить, не вот эти пазители. Причин в такой плотности, говорят перевозчики, несколько ролей. Приграют и пробки. К примеру, на участках, где сейчас не работают камеры фиксации, автовладельцы просто не пускают автобусы на выделенку, и они запаздывают. Да и в пандемию этот бизнес сильно просел, и денег, как всегда, не хватает. Пассажир поток упал резко до 50-60% на маршрутах. Мы вынуждены были на определенный промежуток времени, ну, практически до нового года, сократить численность выхода подвижного состава, потому что он воздух возил. Соответственно, сейчас это восполняется. Ну и, конечно, подорожание бензина. За последнюю пару месяцев цены подскочили уже в третий раз. Чтобы выжать, вариантов у перевозчиков немного. Они уже заговорили о повышении тарифа до 30 рублей. По крайней мере, до мая предприниматели планируют выходить с таким предложением в Министерство транспорта. Но только вряд ли пассажиров от этого станет легче. Анастасия Тильев, Павел Пателицин, Енисей Новости.